Среди российских дорог выберут претендентов на платные полосы Среди российских дорог выберут претендентов на платные полосы нужны ли новые выделенки 1. Коммерсант От 30 января 2019 года, 18.9 за деньги быстрее, на российских трассах могут появиться платные выделенные полосы Такую идею сейчас прорабатывает Рейсавтодор, который заказал экспертное исследование на эту тему Его результаты должны быть готовы к концу февраля По данным СМИ, власти рассматривают несколько вариантов Плату на специальных полосах могут устанавливать в зависимости от времени суток, типа автомобиля и даже от количества пассажиров внутри Ранее в Рейсавтодоре заявляли, что платные выделенные полосы могут появиться на МКАДе или Третьем транспортном кольце Но вряд ли проект в итоге будет реализован, считает директор Института экономики транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин Платных дорог у нас мало И, наверное, можно как-то улучшить ситуацию на дороге за счет этих платежных механизмов таким вот изощренным образом Так что они правильно сделали, что заказали такое исследование Теперь это реальная гипотеза Если опираться на мировой опыт, какие есть особые полосы на дорогах высоких категорий в мире Самые распространенные из них помечены английскими буквами Там еще знак стоит 2 плюс или 3 плюс То есть если я иду, например, с внуками, то мне можно двигаться по этой полосе А если иду один, то мне туда не пустят Такого сорта полосы есть Вопрос о платных полосах много раз обсуждался Проблемы обычно здесь такие сложности администрирования этой меры Социальная конфликтность То есть такие последствия никак не окупают тех небольших доходов Которые мы получим за счет того, что сделаем такую полосу платной Еще надо понимать, что даже технически такую выделенку возможно сделать исключительно на дорогах Где минимум 6 полос В наших условиях у нас и дорог таких мало На МКАД, например, такое провернуть абсолютно нереально Что 2019 год готовят автовладельцам институт Который выиграл тендер на исследование Должен назвать минимум 10 мест, где могут появиться платные выделенки Предполагается, что в первую очередь это будут подъезды к крупным городам и аэропортам У большинства автомобилистов появление еще одной выделенной полосы вызовет негатив Уверен гендиректор навигационного сервиса Ситигид Москва Александр Баранов И так уже есть одна полоса для общественного транспорта Которая пустует, как правило, и по которой ездят редкие автобусы и машины с мигалками Что у людей вызывает негатив Если у них еще одну полосу отобрать Это уже совсем никуда не годится То есть, кроме дополнительного негатива Такая инициатива ничего не прибавит Другой вопрос, если, например, совместить эту платную полосу с выделенками для общественного транспорта На мой взгляд, это было бы лучшим вариантом Так и люди, которые могут себе позволить заплатить за быстрый проезд Если, например, они очень торопятся, смогут проехать быстрее И у обычных людей никто не отнимет еще одну полосу Как сообщает портал AutoNews Результаты исследования агентства планируют получить к концу февраля Альбина Хазеева